МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот год для него пролетел быстро. Не могу сказать, что за год что-то кардинально изменилось, к сожалению, в нашей стране. Причем совершенно не важно, кто выиграл или кто проиграл. Если смотреть на картинку так обобщенно, вообще не важно, кто выиграл и кто проиграл. Должна всегда Абхазия, а не какая-то политическая сила. В этом плане, к сожалению, если так обобщенно повторюсь, смотреть каких-то значимых подвижек, мы пока все вместе, подчеркиваю, пока, к сожалению, не добились. Единственное, чего мы добились, и вот эта красная черта, не пройдена после очередных выборов, слава Всевышней. Что каждый раз нам хватает разума в какой-то момент остановиться. Тут надо понимать, что Алхаз Джунджолия – врач в первую очередь. Так говорит он сам о себе. И всегда, а теперь после пандемии особенно, на все смотрит с позиции медицины. Пандемия показала, что вместе мы тоже на что-то способны. Немножко напомнило нам, что вместе всегда лучше. Старые истины стали немножко более явными. Что в одиночку никто нигде никогда никого еще не выиграл. То же самое это касается нашей внутренней жизни. И боюсь даже представить, что нас ждет впереди, хотя бы даже по медицинской части. То есть мир бурлит вокруг нас. Это кипящий котел, в который добавилась новая разновидность. Вирусные войны, так их назовем. Насколько мы не защищены, как мы все шутим, кроме стабильной поддержки Всевышнего, пока мы ничего другого не добились. Я имею в виду, сейчас иронизирую, и, конечно, в какой-то степени не хочется сейчас описывать это все с таким серьезным видом. Слава Богу, что мы еще идем вот так, как мы идем. Те последние, например, сейчас самые свежие события, это прошедшие все эти принятия, 20-е, если не принятие, все статьи, все здорово, обсуждение бурной темы вот взаимоотношений с Грузией. Это говорит о чем? Все равно какие-то, повторюсь еще раз, какие-то инстинкты самосохранения в обществе сохраняются. Всегда был сторонником одной такой теории, что истина где-то посередине всегда. Среди депутатов, которые поддерживали действующего президента, несколько человек по различным, в том числе объективным причинам, отказались от интервью нашей телекомпании. Встретился с нами депутат Батал Топагуа. По его мнению, прошедший политический год был тяжелым. В первую очередь, на мой взгляд, основная задача, которая была, это все-таки укрепление правоохранительных органов. Я это говорил, говорю и буду говорить, вне зависимости, кто президент. Совершенно разницы для нас не имеет, потому что мы строим государство, и оно должно быть хорошим, надежным в плане безопасности граждан, и не только граждан, а все, кто сюда прибывает. Могу сказать, что в этом плане, на мой взгляд, не хочу говорить, что наступил какой-то такой момент, с помощью которого мы сегодня можем радоваться, и так далее. Но, по крайней мере, движение в сторону укрепления правопорядка у нас, слава богу, пошло достаточно в хорошем русле. И мне кажется, сейчас было бы хорошо, если бы это движение не только укрепилось, но и дальше пошло бы. В частности, в этом плане, конечно, большую роль играет то, что сейчас есть возможность поднять заработную плату работниками Министерства внутренних дел. Это очень хорошее дело. Нельзя говорить, что это сиюминутно сейчас появилось, в связи с тем, что появился другой президент. Нет. Это все такие фундаментальные вещи, которые были заложены там в свое время Багамш, потом Анква, потом Хаджима, и так тихо-тихо идет. Никто это себе в очки не должен записывать. Среди своих опасений, как грядущих, так актуальных и будущих, Батал Топагуа называет вот что. Я понимаю, что любой президент такой маленькой страны, которая нуждается во всем, в системе энергетики, правопорядка, здравоохранения и так далее, он очень зависим. Даже от друзей. Ну, никто из нас тоже не хочет. Мы все хотим иметь друзей, но мы тоже не хотим зависеть от друзей. Значит, мы, конечно, очень сильно зависим, от Российской Федерации, потому что очень много помощи к нам идет. И мы, конечно, должны думать о том, что, ну, помощь-помощь, мы сами должны выбираться. Думаю, что вот то направление, которое идет в плане правоохранительной системы, там дальше, я думаю, что мы дальше пойдем. Большое им спасибо, что они нам помогают, но мы должны как бы выбираться. Я понимаю прекрасно, что у любого руководителя Абхазии у него есть две проблемы. Первое, значит, просить, чтобы помогали, а второе, у тех, у кого просишь, они тоже могут что-то попросить. Но вот это то, что они могут попросить, оно должно иметь какие-то такие возможности, которые не повлияют на нас глобально. Ну, пандемия, конечно, очень серьезно повлияла на то, что люди собираться, не могут там встретиться, президент не может поехать в село, поговорить в район и так далее. Конечно, это безопасность людей, и в первую очередь для нас самое главное здоровье. Но я надеюсь, что сейчас уже закончится, и президент должен встретиться, встречаться со своими гражданами, где бы они ни были, не говорить им откровенно все проблемы, которые есть. и сказать, значит, если мы просим вот это, у нас могут попросить вот это. Стоит нам это просить или нет? Давайте, может быть, пусть у нас будет вот то, что мы имеем, чуть-чуть, но сами тихо-тихо будем карабкаться. Или мы получим много, но за это придется отдавать тоже немало. Политолог, психолог Арда Иналыпо отмечает, что прошел год с момента избрания, но еще не вступление нового главы государства в должность. В политическом плане она называет прошедший год стабильно напряженным. Все-таки я видела такие мирные посылы со стороны власти, не всегда удачные, иногда более удачные. Мне кажется, во всяком случае, такое пространство для каких-то консультаций и встреч пытаются создать. И власти, и оппозиция с переменным успехом. Я все-таки надеюсь, что со временем, да, это сложный процесс, сложный путь, но мне так представляется, что все-таки удастся какую-то такую конструктивную формулу выработать. Может быть, с помощью вот этого общественного совета, который предварительной такой встречи уже, которая прошла. Может быть, какие-то другие формы, но я надеюсь все-таки на... Говоря о позитивных предложениях, Халхаз Джинджоля также фокусирует внимание на создании общественного совета при президенте. Мне лично импонирует идея созданного общественного совета при президенте. Подобный совет, сейчас я, может, ошибаюсь, создавался и при предыдущем президенте. Ну, надеюсь, в этот раз как-то удастся вот эту работу интересно настроить, когда дается возможность всем сесть за один стол, всем общественным силам, то за эту возможность надо держаться двумя руками. Если есть у любой политической, фактически, силы за общим столом прямо задать вопрос президенту, это уже дорогого стоит. И, соответственно, и быть услышанными. Это очень важно, я считаю. К положительным намерениям депутат Баталтопагу относят созданную комиссию по конституционной реформе. Вы знаете, что мы занимаемся сейчас конституционной реформой, там программа целая готовится, она будет на суд представлена, видимо, там работают достаточно серьезные люди. Думаю, что это тоже будет. И я лично считаю, я говорил, говорю и сегодня тоже, что мы должны баланс, как бы, однозначно, часть полномочий в плане избрания назначений представительской исполнительной власти должна решаться на уровне парламента по предложению президента. На мой взгляд, это так, но там есть специалисты, то есть мы должны вот эти функции распределить. И это должно быть, мы достигнуть должны такого уровня, чтобы в президенты люди приглашали и просили идти, а не они там, как бы, я извиняюсь, с плакатами ломились. К достойному выходу из ситуации Арда и Налыпа добавляет энергетический кризис и пандемию. Анализируя прошедший год, она говорит, что действующая власть столкнулась с необходимостью закрывать многолетние нерешенные проблемы. Мне кажется, что нынешняя власть она как бы вынуждена отвечать за накопившиеся проблемы, потому что просто, мне кажется, пришло время, когда ресурс советской еще инфраструктуры постепенно выработался. И это касается и очень многих систем жизнедеятельности, которые обеспечивают жизнь республики и в энергетике, водоснабжении, и в таких структурах, как медицина, социальные службы и так далее, приходится отвечать за накопившиеся проблемы. Но власть на той власть, что она должна отвечать, она должна, по крайней мере, предъявлять свое видение того, как решать, и даже, более того, такие дорожные карты по конкретному решению проблем. Среди минусов прошедшего политического года Арда и Налапа называют некоторые непринятые до сих пор парламентским корпусом законопроекты, но отмечает она и позитивные тенденции. К сожалению, некоторые законопроекты, которые были бы очень важны, например, законопроект об организованной преступности, он не принят. Законопроекты, связанные с коррупцией, это сложный процесс, мы понимаем, но как-то он очень затянулся. Еще мы надеялись, что уже начнется работа по подготовке реформирования парламента, чтобы мы перешли к смешанной системе. Очень многие, мне кажется, большинство все-таки соглашаются с тем, что эта необходимость тоже как-то работа никак не найдется, не начнется. С другой стороны, были созданы очень важные комиссии по гражданству, по реформе правоохранительной системы, по конституционной реформе, где стоят очень важные вопросы. Понятно, что это все еще такой потенциал, но я знаю, что эти комиссии работают, очень надеюсь, что в этом году можно будет увидеть уже какие-то результаты. Хотела сказать о Гальском районе, что я считаю очень важно, там с 2009 года не проходили выборы в местные органы, в местные органы собрания, и в этом году он пройдет. Я считаю, что это важно. Пусть это как бы не очень в большом масштабе все пройдет, но тем не менее обновится этот состав. Говоря о перманентных проблемах, депутат Алхаз Джинджуоля называет неумение друг друга слушать, слышать и понимать. Тут все пути ведут в зал заседаний парламента. Именно это место, особенно за последний год, стало источником множества бурных споров. В стенах парламента сейчас, не знаю, только ленивый нас не пинал, как проходят ваши заседания и так далее. Да, мы тоже люди, да, мы вот разучились, наше традиционное общество разучилось друг друга слушать, даже просто в быту дать договорить, друг другу дать дослушать. Вот с таких приземленных вещей начинает. То же самое проецируется на политику, на большую политику, когда партии не могут услышать друг друга, силы политические не могут. Ну, надеюсь, что в этом плане, слава богу, у меня оригинальный весь мир, все страны цивилизованные, менее цивилизованные, как хотите их назовите, все идут по одному и тому же пути, со спорами, с какими-то потрясениями. Ну, и мы не исключение. Ну, надеюсь, что в будущем нас ждет все-таки что-то позитивное, потому что жизнь нас заставит быть вместе. Те угрозы внешние, они незримо всегда влияют на нашу внутреннюю политику. Когда мы поймем, наконец-то, чтобы им противостоять этим угрозам, единственные рецепты никакого другого, только быть вместе. Надеюсь, что это осознание постепенно будет возвращаться к нам. Ровно через год, в марте 2022-го, на повестке дня будут стоять снова выборы, теперь парламентские. И потому, говоря о 365 днях, прошедших с момента президентских, трудно удержаться и не спросить, а какие 365 впереди? Чего бы хотели наши собеседники в политическом пространстве? Каких решений, идей, инициатив? В очередной раз, видимо же, с надеждами на какие-то изменения в лучшую сторону. Естественно, в надежде, что эти изменения будут происходить в следующем году, какие-то будут предлагаться внятные, понятные, принимаемые обществом законодательные инициативы, какие-то изменения, позволяющие адаптироваться нашему обществу к современным реалиям. Естественно, что тут думать? Конечно, выборы в парламент, вот сейчас следующее, грядущее, такое бурное политическое событие будут с большой явкой, предполагаю, с большим количеством кандидатов. Ну, это с другой стороны, ну, а как-то должно, как по-другому и не могло быть. Естественно, это будет, будет борьба идей, надеюсь, идеи, кстати, а не кандидатов только. Тогда это будет действительно интересно, но с идеями у нас как-то напряженно сейчас, каких-то свежих таких потоков что-то не наблюдает. хотелось бы, чтобы все-таки были бы, надеюсь, если все-таки удастся обновить закон, были бы введены цены, связанные с отсутствием судимости, с наличием высшего образования. И вот, если это будет смешанная система, чтобы роль партии была бы гораздо более высокая, и таким образом была бы ответственность за этих людей, кого партия предлагает. Мне кажется, это было бы очень важно, это неизменно должно поднять уровень парламента. Понятное дело, что следующие парламентские выборы мы хотим, этого не хотим. Пример уже известен. Естественно, как бы тот же президент и те люди, которые с ними, они будут пытаться, чтобы в округах прошли те люди, которые с ними в командах. Это как бы здесь не является секретом. Например, далеко ходить не будем по нашему парламенту, мое мнение. Я говорил, считал и говорю всегда, что вот тот состав парламента, который сейчас есть, на мой взгляд, по своему потенциалу, он, если не самый лучший, по крайней мере, как говорится, он даже выше среднего. Но, значит, эффективность, на мой взгляд, как бы, честно говоря, я даже не хочу давать оценку. Ну, я и себя имею в виду, я же не говорю, что я хороший в себе. Ну, как вам сказать, а то, по крайней мере, что я думал, то, что я думал, я какие-то всегда люблю высокие планки ставить. Ну, я не знаю, за год не знаю, что произойдет. За четыре года не получилось. Это факт. Я понимаю, что как бы связано с тем, что происходило. Не хочу назад возвращаться, потому что вот копание назад ничего не дает, нам надо двигаться вперед. Выборы будут серьезные, конечно, с одной стороны, а с другой стороны мы людям, я имею в виду, и мы, которые действующие депутаты, и исполнители, власти, президент, должны все-таки объяснить нашим согражданам, что все-таки не стоит выбирать за щебенку, как бы, и, которую насыпят на дороге, и потом завтра ее не будет, ни за муку, ни за сахар, и так далее. Это, мы должны понять, что в руках будущих депутатов, собственно говоря, это настоящие, могут принять такие решения, которые могут стать необратимыми. Таков был срез мнений представителей законодательной ветви власти и гражданского общества. Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Сосройку Агуха, Абаза ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин